И просто идём ва-банк, и сразу же просто уничтожаем все отряды, сразу же воскрешаем себе новых, и будем так сейчас делать постоянно. Всем привет! С вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами вновь вернёмся просто божественную игрушку под названием Right Click to Necromans, где мы с вами должны будем кликать мышкой, чтобы возрождать мёртвых. И в конце концов из этого мы должны будем создать самую мощную, самую могущественную армию, которая захватит, понятное дело, весь мир. И так как в прошлой серии вам понравилось бы, что поддержал лайками, то вот и продолжение. И сегодня, ребята, мы сделаем прям мощную армию, я постараюсь максимально сильно её раскачать, чтобы даже завалить самого мощного голема, который есть на этой карте, и также взять себе его в подчинённый. Единственное, что будет, это, конечно, непросто, но я буду максимально стараться. Сейчас наша задача собрать поначалу самое большое количество самых простых юнитов. Когда мы их соберём, после этого наша задача будет взять кого-нибудь себе посильнее, а после этого собрать очень много магов, так как маги поначалу очень неплохо фигачат. Это наши дальники, и они будут просто всех изничтожать. И, ребята, если игрушка вам понравится, давайте наберём, например, 3000 лайков, и следующую серию я постараюсь сделать на этом формате, чтобы я целый час собирал себе армию. То есть сделал прям вот, прям конкретно огромную армию, чтобы она весь экран заполонила. Если вам это дело интересно будет, то лайкаем, поддержите, обязательно это организую. И также, кстати, подписочкой поддержите, буду очень даже вам благодарен. Кстати, времени мы себе мага уже одного взяли, он будет просто сейчас потихонечку у нас врагов нарезать. Но нужно быть дико аккуратными, стараться максимально от маленьких пачек себе забирать, увеличивать количество магов, и после этого наши дела могут пойти и лучше. Ну я потерял, блин, мага, чёрт побери. Ну ладно, сейчас ещё одного себе заберём. Самое главное здесь не влезать в слишком большую толпу. Да, вот сейчас, конечно, можно, здесь вот было бы влезть, но, сами понимаете, лучше всё же отскочить. Так как, если ты в середине постоянно, то ли враги на тебя подлетают, то ли не подлетают, но всякую мелочь пузатую мы с вами можем спокойно завалить, потому что у нас всё же маг есть. И через мага мы с вами можем всех раскидать вот таким вот образом. И сейчас себе возьмём ещё небольшой отрядик, вот, который сможет защищать нашего некроманта. И сейчас задача взять себе воинов гораздо более сильных. Если я себе не возьму никого в отряд ещё более мощного, то, понятное дело, вьют ещё более герзкие солдаты, которые просто меня стерут с лица земли. Ну, пока что у нас не самый мощный отряд получается, но, ничего, ничего, мы ещё наверстаем. Наверстаем ещё и, конечно же, возьмём себе вот этого мага. Надеюсь, что сейчас получится его завалить, я не потеряю своего мага. У нас будет два мага в отряде, это просто 10 из 10 будет. Во, отлично, всё, теперь уже можно лучше сражаться, теперь можно держать дистанцию. И, по идее, наши маги будут потихоньку нарезать издалека. Единственное, жалко, нельзя приказать конкретно магам, чтобы, эй, ребята, уйдите подальше, стреляйте там 10 километров, и вообще было бы офигенно. Но, такого, к сожалению, здесь нет. Кстати, ребята, хотел ещё напомнить, что у меня есть дискорд-сервер. Если что, вы можете в него зайти в любое время, поэтому ссылка в описании, заходите на мой сервер. Ближайшее время, думаю, какие-нибудь конкурсы там организовать, поэтому, если эта вам тема интересна, то, как бы, да, заходите. Так, ну и там всякая информация, можно со мной поболтать и всё такое, да. Если вдруг вы не знаете, зачем дискорд нужен. Так, ну, короче говоря, смотрите-ка. У нас с тем временем пока что такая картина вырисовывается, что мы с вами имеем отряд среднего качества, не самый мощный. Но, в принципе, если всё организуем грамотно, поймаем маленький отряд хороших врагов и себе заберём их, заберём на свою сторону, то тогда сможем реализоваться прям максимально круто. Единственное, сейчас голем подойдёт, ух! Главное, нам с големом пока что не сражаться. Самое крутое, если мы голема просто смогли бы издалека расстрелять, потом захватить. Но самое грустное в этой игрушке, чтобы, например, возродить армию мёртвых, я просто так не могу кликнуть мышкой и возродить просто тех, кого я убил. Нужно именно добить отряд врага, и после этого я уже смогу возрождаться. Ну, как видите... Точнее, смогу возрождать юнитов. Ну, как видите, вот он там валяется, у нас куча юнитов, и я не могу ничего с ними пока что поделать. Я вообще, в принципе, пока что не могу идти куда-либо драться. Блин, здесь везде враги очень мощные. Мой отряд ещё не настолько силён, чтобы просто брать и врываться в эту толпу. Нам нужно где-то взять мечников более высокого класса, и надеюсь, что где-нибудь они оторвутся маленьким числом, или мы заберём себе ещё одного мага, или где-нибудь отрежем какого-нибудь голема. Было бы просто прекрасно, если бы такая у нас тема получилась. Но пока что все бегают, блин, и стараются максимально не подходить, и мешаются просто максимально сильно. Так, ну, может быть, вот здесь... Не, нифига не выйдет у нас сейчас сразу у него. Какая свита подлетела. Хрен их с два, что им сделаешь? А вот теперь у нас есть шансы. Ну-ка идите сюда, ребята, ща мы вам накидаем. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Не забрать этих мечников, надеюсь, своих ещё магов не потеряю, потому что мне нужно магов как можно больше. Отлично всех завалили, у нас три мага есть. Теперь мы с вами можем файтиться более конкретно. Так, шикарно. Но, конечно же, влезать за место не нужно. Если мы будем прям жёстко влетать, то это нам аукнется. Сейчас вот ещё бы одного мага себе забрать. Ну, сейчас могут все подсосаться сразу же и нам мешать. Но, не, нормально, вроде пока выходит. Нет, четыре мага это уже прям хорошая тема. Пошлась в прошлой серии, у меня было прям много магов. Мы могли бы вообще практически всех решать. Но там случился один курьёз, сами знаете. Если смотрели прошлую серию, если не знаете, посмотрите. И узнаете степень моего отчаяния. Так, ну ладно. Надеюсь, в этот раз ничего такого плохого не случится. И мы сможем реализоваться максимально. О, наконец-то я поднял эту армию мертвецов. Хрен догадаешься, какие это были ребята. Кстати говоря, у нас сегодня кодовое слово, пускай будет маг. Пиши маг, получишь от меня лайк. Да, такая вот тема у нас есть. Текс. Отличненько. Хотя, не, нифига я их... Может, хотя... Не знаю, стоит ли пробовать с ними драться. По идее мне много магов. Но это всё же тяжёлые войны. У меня их не так много. Не, не стоит, наверное, врываться. Лучше давайте попробуем ещё кого-нибудь выловить. Ещё бы хотя бы одного голема бы себе забрать в отряд. Было бы очень хорошо. Либо пачку от хороших мечников. Прям высококачественных. Ну вот, зараза, никак не хотят они спауниться. Так, чтобы я просто взял себе их и завербовал. Нестандартным довольно способом. Ну вот это вот. Теперь у нас есть шанс. Смотрите, ребята, если сейчас никто не подойдёт. Ну ладно, даже если небольшой отрядик подойдёт. Ничего страшного. Ну, бля, ё-моё, как много-то у вас всех. Тогда отойдите вы просто. Вот дайте меня спокойно завалить. Я воскрешу себе отряд довольно мощных мечников. Отлично, всё, у меня есть мощные мечники. Теперь мы с вами хоть как-то сможем сражаться. Хотя бы, если даже средние враги появятся. Я смогу средних врагов очень быстро уничтожить. И, блин, как великолепно сейчас у нас получается. Потому что ни один большой отряд к нам не подошёл. Обычно, когда начинаешь драться, прям сразу все огромные отряды влетают. Но теперь-то у меня есть мощные мечники. У меня есть теперь четыре мага. И мы с вами можем на дистанции сражаться очень неплохо. И хотя бы большие отряды выносите. Сейчас мы с вами, смотрите, сколько солдат на свою сторону возьмём. Вау, голем раскрашился за секунду. Но так, может быть, этих ребят получится... Ну, чё-то не знаю. Наверное, лучше всё же отойти будет нам. Давайте лучше отойдём. Такс. А здесь у нас ещё один голем. Знаете, идеальная была бы тактика, если бы я мог хотя бы одного солдатика отводить. Чтобы наши некроманты нас стреливали. И тогда бы мы с вами устроили веселую хуту ещё. Но, к сожалению, нельзя отводить одного солдатика, чтобы маги начали стрелять. Ну, ладно. Чё-нибудь придумаем. Чё-нибудь придумаем. Наша задача сделать самую огромную армию, чтобы просто всех завалить. Моя личная задача, самая главная, это завалить вообще всех врагов в центре. И показать, что я тут царь горы. И также завалить самого мощного здесь юнита. Он у нас сам внизу находится. Это такой мега голем. Просто гигантский. Который носит просто целую тонну урона. Если мы с вами его завалим, хотя бы одного уже будет просто великолепно. Вот они, кстати, грея эти ребята. Вот их надо бы завалить. И со временем, кстати, их будет становиться столько больше в той локации. И я вообще не представляю себе, как их можно будет завалить. Потому что они просто дико мощные. Но если, конечно, собрать армию размером с... Ух ты! Вот тот самый отряд, который был у нас. Смотрите, которого мы голема-то завалили. Мы просто бесплатно сейчас на халяву получили себе ещё одного довольно мощного юнита. Даже ничего не пришлось сделать. Так, вот здесь есть шанс ещё голема забрать. Давай-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Отлично! Два голема у нас есть. Теперь можем драться. Ещё, ещё, ещё. Давайте больше, 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 ребята, големов. Ну... Эй, да чё такой толпой-то подобрались-то? Я не хочу просто в толпу влезать. Мне лучше вот... О! Там огромный голем прошёл. Нифига себе. Так, ну ладно. Вот здесь у нас есть шансы. В принципе, если ворваться нормально, то мы с вами сможем завалить этих ребят. Взять себе, смотрите, два мага. А если ещё вот те два голема отделились бы снова, я смог бы с ними тоже довольно интересную штуку сделать. Так, вот это у нас пачка магов уже, ребята. Так, походу, пора врываться у нас. Давайте попробуем разнести хотя бы этот отряд. И я уже отсюда, скорее всего, не выйду, поэтому придётся драться до талого. Поэтому давайте, ребята, разнестём всех. И просто смотрите, как много у нас уже солдат. И там огромный голем идёт. Не-не-не-не-не-не-не, с ним я драться совсем не хочу. Хоть у нас и армия огромная, но он мне точно накистляет. Этот чувачок очень лютый, представьте себе. Так, ладно. Ну, смотрите, какой у нас красивый большой отряд. Осталось только прямо в центре бы всех раскидать. Вообще было бы великолепно. Вот всех бы захватить вообще в этом мире, да. Ну, если будет ещё ролик, то я постараюсь сделать так, чтобы просто армия не умещалась у нас в экран. Настолько бы сделал я её огромной. Но если, конечно, это будет интересно, если это... Если вы много лайков поставите, как бы, чтобы так заморачиваться пришлось конкретно. Потому что так просто армию мы сами не создадим. Так, ну что, у нас уже более-менее хороший отряд. В принципе, если мы правильно сейчас подойдём, получается, спереди будут у нас големы, мечники, лучники будут сзади, то мы можем попробовать ворваться в середину. И просто идём ва-банк. И сразу же просто уничтожаем все отряды, сразу же воскрешаем себе новых. И будем так сейчас делать постоянно. Главное не потерять магов, потому что если я потеряю магов, то тогда, считайте, наша битва закончилась. Без магов я ничего не смогу сделать. Ну что, пошёл за место у нас в середине, просто заходим, ломаем всем лица, нам ломают лица, но можем здесь с вами отлететь. И я надеюсь, что сейчас мы с вами просто здесь не подохнем. Ну, ооо, отлично! Я возродил ту самую армию, которую у нас до этого ещё. Мы с вами потихоньку их по кусочками разносили. И просто такое подкрепление у нас прилетело. Шикарно! Смотрите, мы просто всех в центре завалили уже. Мы самый мощный отряд, самая просто мощная у нас армия. Посмотрите просто на количество юнитов. Просто големов у нас целая тонна магов. Всё, вообще всех в кашу пустили. Уже скоро время можно будет попробовать сразиться с мега-големом. Если его сами одолеем, то можно считать, что прям вообще всё у нас великолепно получилось. Так, и остаётся только дождаться этого голема. Конкретно в самих големов врываться не хотелось бы, потому что и как минимум там два, а то и три уже стоит. Лучше поймать какого-нибудь зеваку, знаете, проходящего мимо голема. Я бы, может, себе и взял в отряд. Так, ну смотрите, у нас уже реально самая мощная армия. Мы здесь можем завалить любой, любой отряд, который выходит. Кроме, наверное, мега-голема вот этого вот. Голема старшего. Вот, если его бы могли спокойно завалить, тогда у нас армия, наверное, была бы просто самая-самая, что-нибудь симбовая. Но я не думаю, что у нас это так просто выйдет даже. Я думаю, что нужно армию реально на весь экран, чтобы големов спокойно уничтожать. И иметь у себя в запасе 3000 магов, я не знаю. Вот тогда другой разговор. Тогда, наверное, мы с вами вообще всех завалим. Подчинили бы себе просто всю карту. Ну, либо лайфхаками немножечко пользоваться. Потихоньку вот так вот через некромантов настреливать туда. Со временем, лет через пять или через час мы бы с вами завалили. Ну, давайте рискнем, попробуем завалить уже голема. Просто ворвемся у него всей нашей мощью. У нас есть мини-големы, у нас много мощных рыцарей. И мы его завалили, отлично! У нас в отряде мега-голем. Который, кстати говоря, очень медленный в плане атаки. И это очень расстраивает, конечно. Если бы он быстрее атаковал, то это просто была бы мясорубка. Но хотя хрен я такого бы захватил. И капец, как много воинов потеряли на самом деле, пытаясь захватить этого голема. Но зато посмотрите, какие мы красивые здесь. Просто посмотрите. С этим огромным големом. Сразу видно, настоящий удавшийся некромант. Но собрать обратно армию такого же размера, чтобы заварить всех остальных, это будет сложновато. Тем более, я не особо представляю, как нам такое провернуть, чтобы еще взять себе большее количество големов. Тем более, мой голем с ума сошел. Почему вообще наверх пошел где-то там с кем-то драться. И просто получил целую кучу урона на ровном месте. Мы потеряли нашего мега-голема. Я не успел даже особо с ним разобраться. Вон еще один у нас как раз идет. Но я что-то не уверен, что я с ним хочу драться. Терять свой отряд. Я лучше попробую поднабрать еще мощи. И, может быть, после этого мы с вами сразимся с ним еще раз. Или захватим еще себе этих мега-големов каким-то образом. Но это будет жуть как сложно. Но можно, конечно, попробовать. Зато карта такая чистая. Просто никого нет. Вначале все такие толпы выходят. Так страшно. А потом просто заходим. Показываем, что вот кто здесь настоящий батя просто. Кто здесь настоящий некромант. Хотя, в конце концов, скорее всего, меня все равно завалят. Я так про это думаю. Ну, да ладно. Попытаемся пожить подольше. Как минимум, я больше в это верю. Что у нас есть возможность хотя бы половину экрана бы закрыть. Вот это было бы да. Вот это было бы хорошо. Мини-големчиков собрать. Жалко, не написаны какие-либо очки здоровья. Или что-нибудь типа того, что наши ребята вообще умеют. Кстати, игре я тут подумал. Если вы знаете еще какие-нибудь игрушки, где можно создавать такую армию мертвых. Играть за некроманта. То напишите в комментариях какую-нибудь игрушку. Может, я что-нибудь забыл. А может быть... Может, что-то из старого было что-то интересное. Или нет. Может, я что-то забыл. Какую-нибудь игрушку вам хотелось бы увидеть. Поэтому напишите в комментариях. Обязательно попробуем. Ну, кстати, игре у нас уже неплохой отряд. Можно попробовать ворваться вновь в голема какого-нибудь. Но единственное, что... Тут такая тема, что... Стоит ли это все же того? Ну, вот здесь, может быть, и стоило бы попытаться. Вот если одного вот этого вот откусить, то, возможно, мы сами сможем получить его себе в арсенал, допустив меньшие потери всю армию. У меня там маги стоят, блин. Не хочу с ним драться. Сейчас магов всех потеряет. Ладно, пофигу уже. Ох, отлично все. Хоть захватили его. Только... Стоит ли этот голем того? Я не знаю. Просто он выглядит, конечно, круто, что у тебя в армии такой мощный юнит. Но я бы предпочел какого-нибудь скоростного ультрамечника, чем этого мега голема. Мне кажется, что он того не стоит почему-то. Вы как думаете, стоит вообще этот юнит чего-то такого, чтобы ради него столько терять? Мне кажется, что лучше собрать больше магов в этой игре, больше мини-големов и больше вот этих мощных наших рыцарей. Мне как-то кажется, что это более важный аргумент в нашей игре, чем собирать этих мега-големов. Но, может быть, только мне так кажется, что этот юнит не настолько крут, насколько он выглядит. Но проблем создает он не немало, потому что пока его пытаешься захватить, уже сам большую часть своей армии-то потеряешь, в конце концов. И это самое грустное. Ну, теперь что? Можно сказать, что мы с вами прошли игру, если не считать, кроме того, что всех големов огромных завалить. Но если они так сконцентрировались, то я не представляю себе, как их фигачить, потому что если они там просто огромной толпой стоят, то это надо только выманивать их, либо просто иметь такую армию, которая зайдет и скажет, ребята, вам всем капсда. Только вот в таком формате, возможно, это и прокатит. Если с самого начала собирать всех магов, не терять их, собирать армию всех мини-големов, а собрать всех мечников и прям туда ворваться, чтобы у нас наши маги просто такой, знаете, ультра-мега-залп туда дали и просто стерли бы всех с лица земли, тогда, наверное, да. А так вот оно как-то так у нас выходит. Ещё раз, ребят, напомню, что если вам хочется продолжения, то лайками поддержите, заходите на мой Дискорд и ещё также подписывайтесь на мой канал. Если ещё вдруг не подписаны, чтобы не пропускать видосики по самым разным играм. Да-да-да. В описании вообще почаще заглядывайте, там много всякого бывает. Там у меня ТикТоки, Телеграммы, группы ВК и всё такое. Правда, я сейчас пока ими не занимался ещё, я сейчас после перерыва основным видосиками занимаюсь, поэтому, да, видосиками в Дискорде у себя сижу. Ну, поэтому не успеваю остальными моментами заняться, но ничего-ничего. Я ещё просто привыкаю потихоньку. Вы всё же знаете, что я довольно долго пропадал с того, что болел. Вот, и сейчас немножко сложновато всеми этими моментами заниматься, но со временем привыкну. Кстати, удивительно, что мы до сих пор не потеряли с вами Мега Голема. Обычно он просто рассыпается в первые же секунды, как только в какой-то файт заходит. Ну, хотя в прошлый раз наш Мега Голем просто взял, оторвался, и его очень сильно нафигачили простые мечники. Это да, это было обидно. Может, поэтому он не такой живучий. Ну, в принципе, сейчас посмотреть, то он довольно неплох. Потому что он не умирает. Если он будет так долго жить, то вполне себе неплохой товарищ, знаете ли. Так, ну, единственное, что от магов почти не выходит. Да и вот можно было бы магами управлять. Если я мог магов отправить куда-нибудь подальше, чтобы их не особо трогали, вот это было бы да. Ну, я думаю, что сейчас нужно будет собрать у нас уже финальный отрядик и пойти сразиться с... Ещё раз с Големами. И на этих же Големах постараться проверить всю нашу оставшуюся мощь. Ну, у меня, правда, ощущение, что мы на следующем Големе как раз потеряем большую часть отряда, и уже будет совсем всё это бессмысленно. Ну, да ладно. Так, ну что, врываемся давайте этих ребят сейчас вынесем. Мы потихонечку постараемся какого-нибудь Голема сюда поднести, и, возможно, его сможем с вами заварить. Ну, лучше, конечно же, посмотреть, кого можно подловить. Прямо всю эту толпу влетать, это просто самоубийство. Представьте себе, сколько урона в секунду они просто нанесут. Это просто что-то нереальное, по-моему. Так, ну и давайте попробуем сразиться. Вот наша вся армия здесь. Мега Голем у нас дерётся. Мега Голем с Мега Големом. И к нам ещё пришёл другой Мега Голем. У нас, короче, Мега Големный батл. Просто капсдец. Мне кажется, что сейчас я отъеду. Хотя, возможно, успеем убить одного. Да, отлично, успели завалить одного. Потеряли своего, и теперь берём второго. На второго, наверное, у меня сил всё же хватит. Да, отлично, у нас два Мега Голема, но... У нас практически весь отряд разлетелся уже в кашу, поэтому смысла от него, конечно, не так долго. У меня не лучников... Ну, точнее, не магов наши, которые дальнобойных. Не мини-големов, мечников мало. Как бы, вроде, можно драться. Вроде, как бы, всех можно вот так раскидывать. Но всё равно как-то кисленько с ними, да? Мне кажется, что лучше просто собирать армию из обычных ребят и потом просто пойти и показать, насколько мы жёсткие, стерев с лица всех вот этих огромных Големов. Так, ну... А так, в принципе, мы спокойно можем в центре всех уничтожать. Это вообще не вопрос. Уже... Уже мы достаточно сильны, чтобы просто... Просто там обитать, набирать себе армию, с каждым разом её увеличивать. И это причём спокойно можно делать. Если мы сделаем себе армию большую, мощную, просто будем стоять в середине. К нам будут подходить воины вражеские. Мы будем их уничтожать по-быстренькому. Будем добавлять себе их в отряд. И всё. У нас будет постоянно расти наша армия. И после этого уже армия будет настолько большая, что ни один Голем не пройдёт мимо нас. Мега Голем. Они просто время от времени будут спавниться, проходить мимо. У нас будет такой отряд, что он просто такой, типа, «Здорово, Голем!» И его нету. Вот это, вот это да. Вот это я понимаю. Ну, вот тут я уж думаю, что пора нам просто пойти и уже влететь во всю эту толпу. Можно считать, что мы уже с вами создали самую мощную армию, которая здесь только может быть. Ну, кроме того, чтобы прям долго-долго фармить. Поэтому просто сейчас ворвёмся в этих ребят и закончим наш путь текущего Некроманта. Будем ждать Некроманта Третьего, который уже сделает армию настолько огромной, что просто будет уничтожать всех на этом свете. Ну, а так просто давайте уже выносить. У меня там один мечник остался. Это тот самый Некромант. Да, это я. Вот меня последним завалили. Ну и вообще, ребята, если игрушка понравилась, лайки ставьте. Чем больше лайков, тем быстрее новые серии выйдут. Давайте 3000 наберём. Будет неплохо. Подписывайтесь на канал. Да. И мой Дискорд заходите. Скоро увидимся. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok